всем привет дорогие друзья с вами снова я ну ваш друг и друг x короче вы наверняка видели мой прошлый урок о рендеру сегодня будет урок про партиклы а также волны эти лайт начнем давайте с партиклов первым делом нам нужно зайти в этот верстак эээ партикл спавнер можно использовать дефаут спавнер потом заходим и ставим шейп любой шейп например давайте сферу мы например сейчас будем создавать партикл лазера который будет сделан эээ которым можно будет управлять с помощью именно его путей да я сейчас покажу как правильно все это привязать и сделать потому что не все умеют так ну если не научить конечно эээ заходим в open editor и видим что у нас происходит теперь эээ вот этот партикл заменяем вот так так пишем здесь пятьдесят тысяч сейчас происходит вот так с этим партиклом да партикл можете подумать нормальный но пока нет и выбираем сферу отлично отлично после этого знайте вам нужно вам нужно ставить глу на 200 я всегда теперь ставлю глу на 200 потому что я умею пользоваться этим глу нормально и естественно врубить глу в самом партикле это делается вот так с помощью f5 можно это увидеть итак видим тени их нужно убрать отлично далее переходим сюда scale change его нужно изменить ну до такого размера например и тогда партикл будет уходить но все равно он уходит плохо сделаем его еще меньше вот так уже более менее нормально и это уже хорошо мы видим наш партикл ведет себя не так как должно быть сейчас мы можем поменять например цвет давайте поставим дефолтный вот красный которого всегда используют вот такой дефолтный красный ну и тут нужно only render glow включить чтобы было вот так отлично после этого мы спавним пути это делается вот так нажимаем крейт нажимаем на мир опять пытаемся зайти как то в этот пат все супер сейчас их обоих нужно выдвинуть вот так это конечно можно и не привязывать но я привяжу для удобства видим да теперь партикл наш стал нормальным но все равно чего то не хватает нажимаем add point потом нажимаем второй point все отлично заходим сюда и включаем вот эту штуку мы видим сейчас происходит какая то полнейшая дичь не то что мы хотим как это исправить нажимаем сюда и выбираем вот это все супер чуть чуть сдвигаем и видим то что наш партикл работает наш партикл работает он двигается нормально но сейчас мы можем увидеть то что тут остается 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 какая то дичь остается непонятная прорезы как это исправить легко вам придется увеличить здесь конечно размер это естественно и в спиде вот это все поставить на ноль да это вам придется поставить на ноль а в launch angle спид чуть чуть можно выкрутить конечно и multiple speed например можно тоже выкрутить это уже по вашему усмотрению как хотите только при таком раскладе вам нужно будет включить вот эту штуку вот так и мы видим наш партикл работает советую использовать здесь они не шары советую здесь использовать например щет можно выбрать и здесь выбрать какой нибудь из этих партиков например можно брауз нажать и здесь уже выбрать что то давайте выберем например сейчас я найду вот можно вот это вот например выбрать ну вот сейчас я растяну чуть чуть его сейчас я как нибудь попытаюсь его растянуть да сейчас мы это исправим здесь а у меня спид выкручил сильно вот это вот не нужно будет ну вот смотрите видите можно короче здесь сделать например вот так адада спид и наш партикл будет вот так работать сейчас 32 фпс но можно и поменять этот партикл я уже как заранее сказал а вот я исправил кажется со сферами да я кажется со сферами эту штуку исправил эту дичь теперь сферы быстрые какие то так теперь выключаем вот эту штуку идем в ротейшнл спид добавляем вот здесь много чего и и дешево ротейшн можно это тоже изменить например сейчас мы вырубим онлера эндоргу и посмотрим да если вы умеете изменять скорость вы можете это сделать побыстрее у меня есть уже готовый готовый лазер сейчас один щелк появляется он да этот партикл вот эти партиклы я сделал так чтобы они работали почти почти как в сфм да он работает прям как в сфм но только чего то естественно не хватает но все же он работает так как ему именно и нужно да можно здесь скелчить подкорректировать еще например сейчас я вырублю он он ли рендер глоу и видим он идет очень быстро можно здесь фпс и повысить например до 60 и лазер будет еще быстрее и тогда мы включаем он ли рендер глоу и видим наш лазер стал еще быстрее теперь мы можем например выбрать вот это что ли и выбрать скил все отлично так можно вообще с любой вещью делать тамплейт например или сферу использовать во 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 вот теперь работает но теперь вы наверняка знаете как сделать лазер видите видите в сфм он точно так же через пути двигается ну сейчас я вам покажу второй партикл теперь я покажу вам как сделать партикл взрыва и за счет чок у нас откроется меню используем используем также дефолтное меню но здесь нет здесь нам нужен именно не такой дефолт нам нужен именно вот этот сейчас я вам покажу нам нужен хадж смог и после этого мы должны в спиде поставить значение на ноль естественно чтобы они не уходили наверх но мы видим все равно что он уходит наверх и сейчас я покажу как это исправить так ставим здесь значит тысячи после этого нам нужно сделать так чтобы она не шла наверх лаунч энгл вот это ставим вот таким вот мы видим что происходит видите да у нас появляются эти частицы но они теперь никуда не уйдут ну потому что включаем теперь барс вот и теперь сейчас будем работать над этим и теперь делаем так скейл чейндж он будет увеличиваться и потом аппейсити пускай стоит на десять теперь меняем здесь я должен быть оранжевый цвет можно врубить сейчас глоб и опять включить этот барс сейчас мы видим пока что ничего не произошло такого особенного то что должно было произойти там ну не знаю вот сейчас отходим нажимаем заново этот барс и теперь мы видим что у нас он не такой оранжевый как мы хотели сейчас оно должно поменяться на вот такой цвет микс колор здесь я ставим 0 . 25 значение но знайте вы не должны использовать only render glow а если хотите использовать only render glow на нем то я могу с радостью показать что сделать вам нужно но сейчас не об этом сейчас я вам покажу как с этим взрывом работать теперь можно врубить glow и посмотреть да взрыв пока не такой который должен быть потому что он резко что то сейчас появляется как то неправильно можно конечно его так сделать например с ним и он будет появляться по-другому сейчас попробую поработать поработать с цветом сейчас я его отведу вот сюда так можно вот таким тоже его можно его сделать и вот таким сейчас покажу микс кулер тайм вот в чем проблема 0.2 и проверяем сейчас включаем шоу бэк фейс также рендер depth гн 5 сейчас нам нужно поменять хоть что то в этом спрайт angle можно тут ротейшн тоже поменять тут лучше не менять ничего ну или можно вот так поменять я понял в чем проблема вам нужно еще поменять вот эту штуку вот и тогда у вас получится тот самый взрыв который нам нужен да можно с цветом поработать но зато взрывается как хорошо взрывается можно смотрите теперь вырубить он ли рендер гол но он будет вот такой взрыв он конечно плохой но чтобы хоть что то от него оставалось нам нужно поменять вот это значение на семерку видите и появляется нормальный дым взрыв который мы хотели можно тут чуть чуть подкорректировать будет уже более менее нормальный взрыв если сейчас вырубить он ли рендер гол то можно создать вообще вот так сейчас я кое что покажу ну четыре взрыва ну примерно вот так партикл получился нормальным давайте перейдем к волометик лайт сразу говорю у меня уже он есть готовый вот он я сейчас врублю рендер мы видим что у нас какая то дичь белая очень сильно это потому что здесь именно все так range сейчас поменяем чуть чуть на 250 вот здесь вот здесь стрэндж ставим 1000 и включаем наш партикл и вот он наш партикл дыма да на нем нету никакого дыма это наш партикл пыли на нем нету никакого дыма сейчас если я его врублю то у меня получится вот такая картина она довольно таки плохая к сожалению да она плохая из-за этого она портит именно волометик лайт но можно поставить эмиссивность из-за которой волометик лайт не испортится и мы можем увидеть что волометик лайт у нас работает я могу оставить ссылку на этот партикл дыма если Вам нужен конечно эээээээээа и всё вот короче есть вторая второй способ Он более лёгкий Да, кстати, этот партикл дыма На самом деле вот такой Именно из-за него и происходит этот Volumatic Light Есть второй способ Он более лёгкий Мы должны использовать Shape А именно конус Вы сейчас, наверное, подумаете, что я именно использую Ту текстуру, которая Которая плохая снизу Но нет Внизу ничего нету Это хорошо Ну и сейчас меня начнёт Наверное, обвинять В том, что А смысл света, если внизу ничего нету Подождите Включаем showbackface Из-за этого у нас происходит одна дичь Мы включаем opacity И видим, что Ну, вы сами видите эту границу Как это убрать? Это убрать очень легко Включаем alpha mode Хэшит Всё Этой штукенции больше здесь нету Теперь Посмотрим отсюда И Мы видим Свет Мы видим свет, который хотели видеть Всё Вы умеете, Clyde работает Тот, который именно и нам нужен Видите? Внизу нету ничего Я могу пройти И посмотреть Мы смотрим именно вот это Ну, а с вами был я Ну, короче Вы Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok